Добрый день дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН ТВ, программа в дипломатических кругах. Меня зовут Александр Вальдман. Вместе со мной мой постоянный сведущий, коллега, политолог Александр Цинкер. И с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, чрезвычайный полномочный посол Армении в Израиле Армен Багратович Смбатян. Рад вас приветствовать. Добрый день Армен. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Я прежде чем задам первый вопрос. Во-первых, нам очень приятно, что мы чуть ли не первые израильские СМИ, куда вы пришли. Вы только-только приехали в нашу страну. Мы поговорим и о работе, дальнейшем о вашем посольстве, но некие правила, которые у нас существуют в нашей программе. Первый вопрос, который задается, мы стараемся, ну я не буду говорить о том, что мы с Сашей иногда делим функции доброго полицейского и злого полицейского. Я стараюсь быть добрым. Да, ты всегда стараешься быть добрым, я всегда стараюсь быть злым, как получается. Но первый вопрос всегда у нас, как нам представляется, когда мы с Сашей готовили программу, нам представляется достаточно остро, мы все задаем острые вопросы. И вам тоже. Ну вам, человеку из Армении, к острому не привыкать, я думаю. Поэтому, надеюсь, что с честью выйдем из этой ситуации. Итак, Армен Багратович, министр иностранных дел Армении Зухраб Нацеканян в недавнем интервью Джерусалем Пост сделал ряд резких заявлений в адрес нашей страны, в адрес Израиля, за то, что Израиль торгует оружием с Азербайджаном. Более того, он потребовал от Израиля, как было написано, прекратить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном. Израиль, как известно, поставляет в Азербайджан вооружение в соответствии с договором, заключенным еще в 2016 году. Солидный договор, многолетний, на 5 миллиардов долларов. У меня в связи с этим к вам вопрос. А почему подобные вопросы министр иностранных дел Армении не адресуют, допустим, той же России? Россия тоже продает вооружение в Азербайджан и гораздо больше, чем даже Израиль. Те же 5 миллиардов. Президент Азербайджана недавно заявил, что будут увеличены поставки вооружений из России. Почему не спрашиваете Россию? Во-первых, я хочу поблагодарить за приглашение. Вы абсолютно правы, я только-только начинаю деятельность. И это один из первых серьезных таких встреч, интервью с вами. Я очень благодарен вам. Спасибо вам. Что касается вашего вопроса. Министр иностранных дел Армении имел в виду, что нельзя использовать оружие для уничтожения мирного населения. Это абсолютно всем понятно, и все должны это понимать и поддерживать. Он имел в виду именно это. Это первое. Второе. То, что вы говорите по поводу России. У нас в России особые отношения. Не только партнерские, союзнические отношения. Мы в ОДКБ, Евразийском союзе, у нас двухсторонние отношения. У нас десятилетиями Республика Армения и Российская Федерация развивают отношения во всех областях. В том числе и в военно-промышленном комплексе. Так что это очень такой серьезный вопрос. Мы прекрасно знаем, как мы общаемся с Россией, что делает Россия, для чего делает. И мы понимаем друг друга. Тогда, Саша, извини, я просто добавлю в связи с ответом нашего гостя. Армен, вы говорите о том, что израильское оружие используется Азербайджаном для уничтожения мирного населения. Против мирного населения. А где есть, какие критерии определяются, какое оружие используется для против мирного населения, а какое против армии? Я не сказал такого. Я сказал, что оружие используется против мирного населения. Были такие факты. Были такие факты. Это очень сложно расследить. Потому что, вы знаете, в мире свободный рынок и оружие могут покупать все страны. Абсолютно. Сейчас он бардер все страны. Нет, но, честно говоря, есть страны, которым не продают оружие, если это запрещено решением ООН, как агрессоры. Это есть такие страны. Но в данном случае, я думаю, что мы должны понять, и мы понимаем прекрасно, что это свободный рынок. Страна имеет право покупать оружие. Да, это все по закону делается. Но другое дело, когда гибнут люди, но должен кто-то говорить об этом. Гибнут люди просто. Мирное население. Речь идет об этом. Об этом было сказано. То, что сказал министр иностранных дел. Поверьте, что он имел в виду именно это. А не говорить об этом он не мог. И я не могу. И вы не можете. По-моему, это скорее эмоциональное, чем официальное. По ходу нашей беседы мы еще вернемся. Да, я думаю. У нас второй вопрос тоже традиционный. Классический. Да, классический. Но в данной ситуации, я когда читал вашу биографию, возникли вопросы. Кто вы, господин Сымбатян? Помните, был фильм «Кто вы, доктор Зоргес?» Старый фильм такой. Кто вы, господин? Музыкант, общественный деятель, политик или дипломат? Вот, как говорится, расскажите, вы первый раз действительно на канале, наши зрители не только в Израиле, во многих странах. Вот, как вы себя позиционируете? Вот, кто вы? И немножко о себе, о семье. Я около 20 лет работаю в системе Министерства иностранных дел. Был долгие годы послом Армении в России. Потом я возглавлял международную организацию, гуманитарный фонд СНГ. До этого я был долгие годы ректором консерватории Ереванской. Вот, это у нас все записано. Да, я был министром культуры. Так что я не карьерный дипломат. Но 20 лет в системе МИДа все равно. Все, в системе МИДа, но карьерный дипломат, когда учится, заканчивает вуз, как дипломат и так далее. Но это не важно. Я считаю, что, так как я человек культуры, я считаю, что дипломатия – это высшее проявление культуры, искусства. Ну да. Это человеческое общение. Это те ощущения, которые может почувствовать только музыкант, который, когда слушает музыку, он не видит, не ощущает, не может понюхать, но переживает, ему нравится. Вот это и есть человеческие отношения, которые дипломат должен почувствовать, когда с кем-то он общается. Это великое искусство – быть дипломатом. То есть, я так понимаю, в основе все же музыкант. Искусство. Искусство, да. Я так понимаю, от культуры идем. Ну, культура спасет мир. Там когда-то любовь спасала мир, да? Да, любовь спасет мир. Да, может быть. А сейчас культура спасет мир. Красота, да, да, да. Прежде чем задам я свой следующий вопрос, в дополнение к тому, что Саша, о чем вас прошел? Ваш сын, я знаю, руководит молодежным оркестром, государственным молодежным оркестром Армении. Мой сын уже руководит государственным симфоническим оркестром. А, уже не симфоническим? Да, потому что молодежный оркестр, потом они подросли, и сейчас симфонический оркестр, очень хорошие музыканты, да. И я горжусь тем, что в нашей семье кто-то продолжил. Ваше дело, да? Ваше дело, потому что моя мама была скрипачкой, музыкантом, которая окончила Московскую консерваторию, и мой сын сейчас очень успешно продолжает эту деятельность по миру. Кстати, я хочу сказать, ваш сын с оркестром своим успел перед карантином в марте дать концерт в Тель-Авиве. Буквально за три дня в Тель-Авиве, в Иерусалиме у нас был концерт, Ереванский государственный симфонический оркестр приезжал, и был колоссальный успех. И через несколько дней карантин начался. Я открою маленький секрет, тоже в дополнение, Саша, к твоему вопросу о биографии нашего гостя. Я тоже, как и Саша, естественно, интересовался вашей биографией в интернете, и когда я набирал фамилию вашу Сумбатяну, он в первую очередь выдавал вашего сына, а потом уже... Правильно. Когда-то говорили, что Сергей Сумбатянов – это сын Армена Сумбатяна. Сейчас говорят, что Армена Сумбатяна – это папа Сергея Сумбатяна. Так что я привык к этому этим, только могу гордиться. А ревности нет по этому поводу? Нет, гордиться. Только можно этим гордиться. На иврите говорят, что Коля, кого-то. Честь и хвала. Да, честь и хвала. Честь и хвала. Армен, в первые дни вашего пребывания в Израиле вам пришлось, как дипломату, очевидно, как-то реагировать на... Я бы назвал... Может быть, меня товарищи из Азербайджана осудят, как обычно. Скандальную историю с демонстрацией выходцев из Азербайджана в Яфа напротив армянской церкви. Как вам вообще такое жаркое начало работы в Тель-Авиве? Я не погоду имею в виду. Ничего жаркого не было. Нормально. Я очень нормально отношусь. Жизнь есть жизнь. Да, и митинги всегда... Какие претензии к вам? Вы знаете, что... Ну, я просто, честно говоря, не мог понять, почему это было все вокруг, около церкви. Причем тут церковь? Я хочу, во-первых, поблагодарить израильские власти, которые безукоризненно они работали и были абсолютно спокойны, что не будет провокации, не будет стычек и так далее. Всякое могло быть. Огромная благодарность. А то, что произошло, ну, пришли, собрались и так далее. Просто я не понял, почему это делается. И мне... Вы знаете, я не должен был там присутствовать, но я поехал туда. Я хотел быть с моими братьями, сестрами, чтобы, не дай Бог, не было бы провокаций, не было бы случайностей. Я не знаю. Я смотрел на израильтян, на лица ребят из полиции, там прохожие были. Мне было немножко обидно, что они смотрели на нас и не могли понять, что они хотят друг от друга. Причем тут Израиль? Причем тут Израиль? То есть мы в другой стране, в другом государстве что-то доказываем. Для чего? Для кого? Честно говоря, извините, я смотрел в интернете, я не мог понять, почему так много турецких флагов. Вот, я это хотел сказать. И для меня было удивительно, потому что очень много было турецких флагов. Причем тут турецкие флаги? Я не мог понять. Я смотрел, думаю, что творится? Кому это надо вообще? И что? Армен, в одной из публикаций об этом мероприятии я читал, что группа армян затянула песню. Это не ваша идея была? В ответ на крики, шум с той стороны. Вы знаете, я вам честно скажу, мы честно говорим, нет? Да, конечно. Сегодня у нас абсолютно честные цензуры. Сегодня мы говорим откровенные, да, вот так смотрят друг друга в глаза. Я попросил, чтобы они включили бы музыку, чтобы они не слышали бы, что оттуда орут, говорят, чтобы не реагировали бы наши. Вот и все, очень просто. Потому что, ну, кричали, говорили что-то, ну и что. А армяне там себе гуляли, радовались, встречались там. Ну, я вам скажу секрет, там несколько человек, моих знакомых там было, они сказали, что они хороший шашлык сделали. И даже это вам сказали. Да, и очень хорошо посидели. Это был хорошим поводом увидеться, посидеть, покушать шашлыки. То есть, и познакомиться с армянской общиной. Я первый раз познакомился с армянской общиной. И послушать музыку. И послушали армянскую хорошую музыку. Вот, кстати, перейдем тогда на следующий вопрос, потому что это как раз связано. Смотрите, дипломатические отношения между Арменией и Израилем установлены в 92-м году. То есть, но столько времени прошло, а посольство открывают только сейчас. Вот почему именно сейчас, наконец-то, вы решили открыть посольство? И еще один вопрос я случайно узнал, и поэтому я хотел просто у вас спросить, как раз потому что посольство здесь или по другим причинам. Недавно был взрыв в порту Мерута. Я знаю, в том районе живет много армян. И Израиль вообще предложил свою помощь жителям, раненым, которые требуются операции и так далее. Ливан отказался, но было предложение как бы и к армянам. Это действительно было такое предложение, что если кому-то нужна операция, то ли посольство, то ли кто поможет организовать в Израиле такую вещь. Вы абсолютно правы. Израильская сторона именно вот так ей сказалось, что мы готовы всячески помочь, если какие-то серьезные операции и так далее. Все мы возьмем на себя, и мы поможем армянам. Я понимаю, что это сложный вопрос, потому что вы знаете, что отношения непростые. Но, когда дело касается человеческой жизни, то здесь действуют уже законы джунгли. Великое перемирие. Потому что человеческая жизнь важнее, чем любая политика. Это пусть потом человек сам решает, что делать. Главное, чтобы сохранили бы жизнь. И если у нас будут проблемы, связанные со здоровьем, то мы обязательно обратимся, и я уверен, что все будет в порядке. Это очень человечно, очень гуманно, то, что мы получили такое предложение. А первый вопрос я забыл. А первый вопрос, почему через 28 лет, после заключения дипломатических отношений, только сейчас, в конце концов, вот открыто... Я же не говорю, почему израильтяне пока не открывают посольство Армении. Это отдельный вопрос. Это мы зададим представителям МИДа Израиля. А почему Армения вот сейчас сошла возможным вот сейчас открыть посольство? Доктор Александр Цинкер, я могу ответить по-разному, но скажу вам. Сейчас созрел этот вопрос, тогда еще не созрел, тогда были какие-то проблемы, другие вопросы. Сейчас созрел этот вопрос, и наше государство понял, что надо общаться с Израилем, потому что это уникальное государство, и надо быть другом этого государства. А для того, чтобы быть другом, надо общаться, надо открыть посольство, и надо развивать экономические отношения, гуманитарные отношения и так далее. Саша, обратите внимание на нашу деликатность. Мы между собой как бы разговариваем, мы не задаем вопрос, почему Азербайджан не открывает в Израиле свое посольство. Армения открыла. Азербайджан это не дает. Ну, я думаю, если этот вопрос мы зададим послу из Армении, вот Азербайджан не ответил. А поэтому я его и не спрашиваю об этом. Это вы потом после эфира поговорите, это отдельно. Окей. Армен, с кем из израильских политиков вам удалось уже встретиться? Может быть, с кем-то вы планируете? Есть какие-то персоны, с которыми вы, да, обязательно хотели бы встретиться? Например, Зайф Элькин, он неоднократно предлагал в Израиле принять резолюцию о признании геноцида армян. Или с Авигдором Либерманом, который активно лоббирует, ни для кого не секрет, интерес Азербайджана в Израиле? Вы знаете, я когда передавал венительные грамоты, это было полтора года назад, я встречался и с президентом, и с Элькинем встречался, и с Эдельштейном. Недавно в этом году тоже я приезжал, как раз был визит и президента, и мы встречались опять и с Элькиным, и с Эдельштейном, и со многими президентом. И я собираюсь сейчас встречаться с министрами, с депутатами, будем общаться. Я уже здесь, и я обязан общаться, поговорить, и делать то, что надо для Армении и для Израиля, чтобы это было бы интересно и для Израиля, и для Армении. Для этого нужно общаться, понимать друг друга, и вперед, только вперед. Ну, смотрите, вперед это, конечно, хорошо, но есть вопрос, который, в общем-то, очень часто мешает тому, чтобы вот это вперед шло совместными усилиями. Это не признание геноцида армян. К сожалению, если все опросы говорят о том, что население, в общем-то, поддерживает эту идею, КНЕСЭД никак не может дойти до уже окончательного голосования этого вопроса, хотя законопроекты какие-то подаются, обсуждаются. И что самое интересное, когда произошел геноцид армян, мир узнал это из уст или из документов евреев. Это и Моргендау, посол США, и Мандештамп, и Лемкин, который вообще понятие геноцида сформировал, а книга Вельфеля, а 40 дней Мусадага. То есть, казалось бы, евреи столько вложили в это дело, а вот этот процесс никак не продвигается. Вот, как вы думаете, он не будет мешать попытке все же действительно двигаться вместе? Вы сами ответили на этот вопрос. Вы назвали четырех гигантов, людей, которые подняли этот вопрос. А слово геноцид, это Лемкин. Да. Да. Единственное художественное, такое серьезное сочинение по поводу вашего геноцида, это Франц Верфель, «40 дней Мусадага». И говорит о том, что посол тогда Америки евреи, да, и Мандельштамп. Это очень серьезно. А сейчас почему так? Вы знаете, я не считаю, что непризнание геноцида, это будет препятствовать нашим двусторонним отношениям. Абсолютно. Придет время, признают. Я просто, я общался всегда, у меня были очень много друзей евреев, я жил и учился в Москве, там огромное количество, мои друзья, вы знаете, музыканты, наверное, 80% евреи. Я не знаю ни одного еврея, который не признает геноцид. И не знаю ни одного армянина, который не признает Холокост. То есть мы как-то немножко искусственно, надо, надо обязательно, надо, надо. Надо, вы знаете, надо, потому что это романтическое такое желание армян, чтобы Израиль, евреи приняли бы геноцид. Тот народ, который прошел Холокост, он понимает, что это такое, что это за трагедия. Весь вопрос в этом. Весь вопрос в этом. я уверен, я уверен, что мы будем общаться по этому поводу. И я уверяю вас, что мы добьемся религиознатов и официально примут геноцид. Армен, вопрос, который тоже лежит в плоскости и Холокоста, и геноцида. В дни вот этой вот напряженности между Арменией и Азербайджаном было очень напряженно и в социальных сетях, и в одной из социальных сетей была размещена фотография памятника в Ереване, памятника в честь памяти Холокоста, на котором была нарисована, причем по трафарету, видно, что прикладывали трафарет, свастика, надпись на армянском языке, как я понял, смерть евреям и так далее. Скажите, пожалуйста, вообще антисемитизм, антиизраэлизм, современная форма антисемитизма, насколько они характерны для Армении, и вообще, если мы говорим об этом, памятники, об этой истории с надписью, насколько она имеет место быть, была быть? Я немножко помню эту историю, это было около 10 лет назад, это не сейчас, это было очень давно. Но показано это было как бы... ...в очень неделю. Вам уже судить, что это такое. Это было больше 10 лет назад. Это сделали подонки, враги Армении и враги Израиля. Враги армян и враги евреев. Я помню это, почему совершенно случайно. Я помню от руководителя еврейской общины в Армении, Рим, в Аржапетянь, если у нас такая, когда она в истерике буквально позвонила Меру и сказала, что нам делать, вы представляете, такое творится, там написано было, я не видел сам, но там что-то было неприятное. Смерть евреем. Смерть евреем. Мер ответил, я сейчас сам приду и сам я это все почищу. Сам. И встал, он сам поехал туда. Это было, это буквально несколько, наверное, час, наверное, это длилось. Да? Это сделать для того, чтобы фотографировать, потом показать, что вот-вот-вот такое. Вы поняли, да? Так и используют это. Да, это используют. То, что касается времен националистов, нет, это абсолютно неправда. А то, что касается антисемитизма, если вы в городе подойдете к людям и спросите, что такое антисемитизм, никто вам не скажет, что это такое. Нету такого. Выдумывают просто. Наоборот. До этого мы назвали четыре фамилии евреев, которые очень много сделали для армянского народа. Мы это никогда не забудем. Этим только можно гордиться, что такие люди рядом с армянским народом были. Тогда еще, когда не было еврейского государства. Понимаете, это совершенно другое. А вот как вы думаете? Это нравственность, которая есть, это евреи. Как может армянин такое? Зачем ему это надо? Великолепно играют. Наши враги великолепно может играть, чтобы испортить соотношения и так далее. Но не получится. Смотрите, я вам что хотел сказать. Последние годы есть определенный поток возвращения армян из разных стран. Например, люди, приезжающие, армяне, приезжающие из арабских стран. Например, Сирия, Ливан, которые там выросли и которые все время там слышат антиизраилизм, если так можно сказать. Вот они собой не привозят вот это отношение к Израилю. Например, я обратил внимание, вот эти миллионы арабских беженцев, которые заполонили Европу, привели к тому, что антисемитизм в Европе поднялся. То есть, это естественно. Потому что приехало туда 2-3 миллиона арабов, которые, в общем-то, ненавидят Израиль. 2-3 миллиона антисемитов. 2-3 миллиона. Тоже, вот так я думаю, может быть, все же какие-то люди, которые приезжают и армяне приезжают воспитанные. Это нормально. Приезжают из арабских стран, те, которые не любят евреев, они могут говорить, высказаться, говорить. Ну и что? Везде и всюду это есть. Что вы любите, везде армяне любят или везде евреев любят. Ну, иногда есть. Ничего страшного, ничего. В общем, это погоду не сделает. Я не ответил на ваш главный вопрос. Вы забыли? Вы думали, я забуду, не забуду? У меня еще есть. Мать Армения и НЖД. Да, мы поговорим об этом еще. Хорошо. Это как раз мой следующий вопрос. Я понимаю, я понимаю, посол прикинул, где его еще могут спросить. Так вот, я чувствую. Я готов за все. Давайте немножко вернемся в мозг. Откровенно говорится. Среди музыкантов есть много хороших шахматистов. Наш гость, очевидно, как шахматист просчитал мой следующий вопрос. Давайте перебьем вот это. Я опять же прочитал в интернете. Вы 10 лет были послом Армении в России. И в это время и до сих пор есть посол Азербайджана в России, певец Палат Бельбюляглы. И я прочитал, что оказывается в те годы вы совместно с послом Азербайджана какой-то гуманитарный проект придумали и то ли ездили в Азербайджан и в Армению с какой-то группой то ли музыкантов, то ли людей. Что это за проект такой совместный между двумя странами? И был ли он Вы хорошо изучили мою биографию. Ну Моссад израильский помогает. Это не музыкальный проект. Это было следующее. Мы решили, что с азербайджанской интеллигенцией 6-7 человек со стороны Азербайджана это диктора, это академики и 6-7 человек из Армении ректора академики вот такой уровень. Те люди, которые более-менее друг друга знают. Чтобы общаться, общаться первым долгим. Мы поехали в Карабах. Вы представляете? А как Вы заезжали? Через Армению или через Азербайджан? Мы через Армению, а азербайджанская делегация через Азербайджан, через границу. Нам помогли. Да, в Касках бронежилеты прошли. Это было очень интересно. Я думаю, что это здорово было. То есть, и самое главное, мы понимаем одно, что не нам решать Карабахскую проблему. Это будут решать страны. минская группа ОБСЕ, это Франция, это Соединенные Штаты, Россия, которые взяли за это дело. Мы должны как-то наладить отношения между нашими народами, потому что мы вообще теряем друг друга. и образ врага окостенел уже. Это очень опасно. И я предлагал следующее, что коллеги, давайте, ненавидя друг друга, не любя друг друга, давайте цивилизованно общаться ради будущих поколений. Армения не может полететь в космос, и азербайджанцы тоже не могут полететь в космос. соседи. Но рано или поздно мы должны общаться, куда мы денемся. Мы же знаем в истории Германия, Франция, 100-летняя война, Америка атомную бомбу бросила на Японию, вторая мировая война, Германия, Россия, СССР. Возьмите Германию и Израиль. Израиль проходит какое-то время, и мы начинаем понимать, что надо общаться, можно не любить, не надо сюсюкаться, любить и так далее, пить армянский коньяк. Надо уважать, цивилизованно общаться ради наших детей. Вот это была наша цель. И вы знаете, у нас это получилось. Мы встречались и в Сепанакертии, и в Карабахе. Потом мы поехали в Ереван, встречались с президентами. Потом мы полетели в Баку, встречались с президентом Алиевым. Потом мы пару раз встретились отдельно в Москве, организовали встречи, журналистов тоже. То есть должно быть человеческое общение. И пока это поколение есть, которое друг друга знают, чуть-чуть уважают, мы должны это передать молодым. Потому что злость ни к чему хорошему не приведет. Я до сих пор уверен, что мы делали очень правильно. Я очень надеюсь, что мы продолжим эту деятельность, пока мы живы. Потому что лучше человеческого общения, лучше мира ничего не может быть. Армен, а чем закончилась ваша инициатива? И почему она сейчас не продолжается? То, о чем вы сказали, это великолепно, это здорово. А что на практике? Вы знаете, например, в каком-то году мы должны были опять встретиться и продолжить. И в этот день буквально или за день до этого на границе была перестрелка, там снайперы убивали армян, армяне, ну, перестрелка была. И мы поняли, что это быть смысленно, то есть мы пойдем сейчас что будем друг говорить, будем что и после этого как-то затихло все. Эта идея осталась. Я когда был генеральным директором Международного фонда гуманитарного, мы создали симфонический оркестр СНГ и там были студенты из Баку и из Армении. Мы поехали в Баку, армянские студенты. Великолепное отношение. А пропустили армян? Не, я просто читаю иногда говорят, что там кого-то не пропустили. Потому что я отвечал за это дело. И когда мы поехали в Ереван из Баку, Влад Биберлукли отвечал за Азербайджанцев. Пропустили, еще как пропустили и великолепно прошли концерты. Руководил оркестром Владимир Спиваков. То есть культура, искусство здесь играют огромную роль. Они подружились, они до сих пор общаются друг с другом. Мы должны что-то делать обязательно. Только сидеть и смотреть пока руководители договорятся. Это параллельный какой-то процесс, но народы должны находить возможность, чтобы они общались бы. Я думаю, что это самое верное решение. Мы придем к этому. Дай Бог. И побыстрее. побыстрее. Армен, вопрос, который вы предвосхитили, мой вопрос, просто я занимаюсь много исследованиями, связанными с историей Велик Отечественной войны. В год 70-летия много говорилось о том, что нельзя допустить героизацию нацистских преступников, их приспешников и так далее. Вот может быть в связи с этим и вопрос. В Ереване в 2016 году установили памятник Горигину Нжде, он считается в Армении национальным героем, как я понимаю. Есть для этого причины, чтобы тогда считать. Вместе с тем, мы хорошо знаем из истории, что он, помимо прочего, еще до начала Великой Отечественной войны, до того, как Германия напала на Советский Союз, сотрудничал с Абуром, с немецкой разведкой, во время войны занимался любого рода пропагандой, деятельностью, формированием армянского батальона, в том числе. В 1944 году был арестован в Болгарии, осужден в России, в Советском Союзе, извините, получил высшую меру наказания, по тому времени, это был, если я не ошибаюсь, 1948 год, тогда уже не было смертной казни, ему дали 25 лет тюрьмы, и он в 1955 году умер в Владимирском Централе. Одновременно с этим в Ереване стоит замечательный памятник «Мать Армения», посвященный вкладу армянского народа в победу над фашистской Германией. Как сочетается тот памятник и этот? Я очень коротко отвечу, потому что это очень серьезный вопрос, и долго можно говорить на эту тему. Я единственное добавлю для наших, не для вас, для наших телезрителей маленький момент, что более 600 тысяч армян служило в Красной в Советской армии в годы Великой Отечественной войне, 106 из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Из 600 тысяч армян из них 300 тысяч погибли. У нас были маршалы, огромное количество генералов, офицеров и так далее. Я хочу вам сказать следующее. Памятник «Мать Армении» и Нэшде памятник только лишь поставлен, потому что они защищали армянский народ. Только лишь поэтому то, что вы говорите, там очень много можно спорить, там не очень точно, все. Я немножко изучал. Им памятник поставили, потому что Нэшде защищал армянский народ, и мать Армения защищает армянский народ. Мы смотрим на них вот как героев, которые защищали армян. Но он защищал армян еще начиная с Первой мировой войны. в первую очередь. Потому что там есть районы, насколько я помню, районы Армении, что если бы он эти районы не отвоевал, то перед заключением договора мирового, то эти районы остались бы турецкими. не забывайте, что там огромная проблема была с Турцией. Геноцид, после геноцида до 20-го года, там очень непростая ситуация была. Нождей сыграл огромную роль для армян и для Армении. Поэтому к нему именно такое отношение. А вот эти вопросы связанные с Германией и так далее, я думаю, что он тоже делал для армян. Он был таким, да, он был таким. Вопрос как он видел в Армению? Представлял? известная история, что когда его осудили, его привезли в Ереван и показали ему советский Ереван. Да, он несколько дней был в Ереване. Да, более того, мало кто знает, я тоже этот вопрос занимался, его сын играл... Он служил в Российской армии, вы знаете. И он играл за сборную Армении по баскетболу. То есть оно какое-то там не все открыто, максимум, что можно придумать. И его возят, показывают Армению. Нет, это не так. Это не так. Там очень много вопросов. Но поверьте, что это герой, который защищал. отдельную эту тему надо будет. Кстати, есть еще одна тема, которая в Израиле она волнует. Не секрет, что учитывая положение Армении, с одной стороны блокады Азербайджана, с другой стороны Турции, даже с Россией нету прямого выхода, потому что железная дорога, которая должна проходить через Абхазию, по-моему, грузины, в общем-то, ее тоже перекрыли. Единственный вариант, я знаю, это брать груз в поте, и туда армянские грузовики едут, берут товар, и остается граница с Ираном. И между Арменией и Ираном довольно-таки большие торговые отношения в разных отраслях, в том числе и в военно-промышленном направлении. Я хотел бы узнать, как было, мы знаем. А вот после 2018 года, когда поменялась власть в Армении, пришла новая команда, вот, с одной стороны активизируется какая-то работа в разных направлениях с Ираном, и как, во-первых, в Иране реагируют на то, что Армения открывает посольство в Израиле, и не будет ли использоваться Иран в игре между Арменией и Израилем, и Израиль в игре между Арменией и Ираном. Кем будет пользоваться? Ну, в данном случае Армении, раз мы говорим с послом Армении. Я вас спрашиваю. У нас великолепные отношения с Ираном, потому что, вы знаете, Армения окружена четырьмя государствами. Это Турция, нет отношений, Азербайджан, нет отношений, единственное, Грузия и Иран. С Ираном у нас нет железной дороги, только Грузия железная дорога. Это как запасная дорога как-то, Иран. И в сложные годы Иран нам помогал, потому что хороший сосед и у нас очень хорошие отношения. Совершенно Иран не может повлиять на отношения Армении и Израиль. Я, кстати, должен сказать, что в Израиле я всегда слышу и в Министерстве национальных дел и везде и всюду, что мы понимаем, что мы должны с Ираном иметь хорошие отношения, потому что это дорога в жизнь, мы прекрасно это понимаем. и не осуждаем. И я хочу вам сказать, что наши отношения с Израилем это никак не касается третьего государства. Абсолютно. Это чисто наши интересы. Наши интересы с Израилем. Здесь огромное количество живет армян. У нас церковь четвертого века мы здесь присутствуем. Надо общаться, надо жить этим, потому что это история. эта история не говорит о том, что еврейские и армянские народы самые древние на этой планете и у них очень много общего. И поэтому наши отношения, это наши отношения, никакое третье государство не имеет морального права говорить, почему это неправильно. Мы ничего не делаем против других государств. У нас двухсторонние отношения, которые мы должны с нуля, к сожалению, с нуля, потому что ничего нет у нас. Я уверен, что мы очень скоро добьемся хороших результатов. Ну, смотрите, наверное, не с нуля. Если поднять историю, там, я знаю, в Армении нашли еврейское кладбище. Я имею в виду республика Армения и государство. Я понимаю, нет, я говорю вообще народы какого века? Извините меня, 13 века. 13 века, да? Есть местность в Армении, где огромное кладбище еврейское. хорошо сохраненное. Это история. Это история. Не говоря о том, что в Западной Армении, где мы жили, кстати, где родился мой отец, это Ванский район, сейчас территория Турции, их называли евреями. Так что имейте в виду, господин доктор. Смотрите, если уж на то пошло, я концепцию на армянском ради один раз известил, что вот эти жители Иван, это говорят ванецы, да? Какой-то житель Иван. В Армении, когда если какой-то человек очень такой расчетливый, экономный, немножко жадный, ему говорят ванецы, я говорю, слушайте, может быть эти евреи, которые в свое время при Тигране Великом попали в Армении, вот они там и ассимилировались и теперь они там вот, их так называют. Я, правда, извинился перед моими друзьями, у которых родители тоже были из Вана. Я этим только могу гордиться. Я тоже. Так что мы не будем сейчас искать корни. Армен, как дипломат, я не могу вам не задать вопрос, который сегодня наверное номер один в повестке Дня Израиля, это установление, объявление об установлении дипломатических отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, по большому счету для нас это прорыв большой. Как в Армении на это реагирует, есть ли мнение по этому поводу официальных властей и отличается ли оно от мнения российского МИДа, которое меня, честно говоря, немного озадачило, пахнуло так некой затхлостью, я даже процитирую, в МИДе России написали, что ключевым компонентом ближневосточного регулирования должно стать достижение всеоблемающего справедливого устойчивого решения палестинской проблемы. Армения однозначно приветствует, приветствует, потому что это мирный процесс, это означает идти к миру, это означает дипломатические отношения, это, по-моему, очень серьезный политический, дипломатический ход, который нужен был. Впервые за 26 лет саразки. Это просто блестяще, я считаю, а то, что касается Палестины, я понимаю, то, что Россия говорит правильно, тоже есть, но Палестина и Израиль, они должны между собой договориться, это не касается третьих стран, я так как живу в стране, где тоже есть проблемы такие, с соседями, которые никуда не денутся, надо договориться, это вопрос Израиля и Палестины, это вопрос с двух сторон, а то, что вы сегодня открыли отношения с исламским миром, с государством, который является одним из крупнейших игроков на Ближнем Востоке, это очень серьезно и браво. Спасибо. Кстати, вот я вспоминал то, что я там выступал в Армении, я вспомнил еще анекдот, знаете, наверное, это старый анекдот, что умирает старый армянин и все семейство вызывает всех-всех, чтобы все собрались, все собираются, ждут последнее слово, наверное, желание, завещание, что он в конце концов скажет. И вот он такой еле-еле слабый голосом уже говорит, дети мои, берегите евреев. Отец, дедушка, не знаю, ты что, мы от тебя хотим услышать что-то серьезное, что нам, как жить? он опять говорит, берегите евреев, с ними закончат, за нас возьмутся. Вот как вы думаете, какая доля шутки в этом анекдоте? доля шутки или доля в шутке то, что армяне и евреи несколько тысячелетий живут и будут жить. А кто не хочет этого, пускай расслабится и получит максимум удовольствия. Но это уже из другого анекдота. И я расскажу тогда ответный анекдот. Когда Мойша приходит к Равину и говорит, Реби, я не спал несколько дней, помоги мне, пожалуйста, я умоляю тебя. Что случилось, Мойша? Говорит, я совершил грех, я обманул армянина. Равин говорит, Мойша, успокойся, это не грех, это чудо. Один-один. Один-один. Армен, у нас, заканчивая программу, у нас тоже есть еще одна традиция в заключении гостю, который впервые в нашей студии, мы предлагаем ответить на вопросы в режиме Блиц, поэтому быстро, не задумываясь, Армения в трех словах для вас. Это моя родина, которую я очень люблю, все буду делать, где бы я ни был, везде и всюду, потому что это моя жизнь. В Израиле вы не впервые, Израиль для вас в трех словах. Государство Израиль я очень уважаю и я абсолютно уверен, что очень многому мы должны научиться у государства Израиля. Ваше любимое место в Армении? Это мой дом, это моя семья, это мои картины и мои мысли. О картинах мы не говорили, но я думаю, еще поговорим. Скажите, пожалуйста, ваше любимое место в Израиле теперь? Если оно есть. здесь уже у вас сформировалось. Вы знаете, так как я недавно здесь нахожусь, мне стало любимым местом вот это окружение, которое сегодня я почувствовал, а я почувствовал, знаете что, вы очень серьезные журналисты и политологи, очень острые каверные вопросы были у вас, но это было с добротой, с пониманием и смотря вперед. Мне это очень понравилось, ваш профессионализм и ваши отношения ко мне. Первый раз мы такое слышим о хороших местах в Израиле. Спасибо. Армен, а теперь из другой области вопрос. Самое ваше приятное воспоминание детства? Детство, вы знаете, это какое-то цельное всеобъемлюющее воспоминание, такой романтизм. Я бы хотел сказать, где, Боже мой, будет мама молодая и отец живой? Спасибо. Ваше главное качество, то, что вы считаете своим главным качеством. Терпение. Качество, которое вы хотели бы в себе изменить. Я хочу изменить только следующее. Жить, как умирать завтра и учиться, как жить вечно. Армен, человек, который при встрече произвел на вас в жизни самое большое, самое неизгладимое впечатление. Это, безусловно, Евгений Максимович Примаков, с которым я познакомился, когда я работал в Москве. Это совершенно уникальная личность, с которой мы дружили, общались в последние годы. я очень много бы научился у него. Наибольшее разочарование в жизни? Трусость, обманывание. И последний вопрос. Три вещи, которые, на ваш взгляд, должен сделать настоящий мужчина, за исключением традиционных построить дом, посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Но это понятно, это вы уже сделали, я так понимаю. И сын, слава богу, и дерево, я думаю, Пепа. Вы знаете, так скажем, не врать ни себе, ни другим, не обвинять эта полка о двух концах, иногда бумеранг, и третье вот такое желание подняться на библейскую гору Арарат, проверить себя в процессе подъема и обозревать сверху неправедность мира, которая, к сожалению, рядом с нами. спасибо огромное за это интереснейшее интервью, я думаю, Саша со мной согласится, когда я скажу о том, что вы очень наглядно продемонстрировали, что дипломатия это искусство, то, о чем вы говорили в начале. Спасибо. Спасибо. Мы еще подождем, вы, как говорится, только начинаете работать, я думаю, впереди еще много встречи с политиками, с дипломатами, с коллегами, с журналистами, пройдет какое-то время, я думаю, мы еще раз пригласим посла Армении в Израиле, и уже тогда мы поговорим, а что уже удается вам сделать, работая непосредственно в Тель-Авиве, а не в Ереване. Я всегда буду рад встрече с вами. до следующих встреч. Да, я очень надеюсь, что во время следующей встречи злым полицейским будет Саша Ценкин. Хорошо. Поменяем, поменяем. Договорились. Спасибо. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы, живите богато и наслаждайтесь ИТОН ТВ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова